Слава Украине, приветствуем от Полонского. Пусть США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений. Не приходя в сознание, подменный президент Российской Федерации Медведев грозно грозит Западу. Охренеть можно. Вообще у них там, знаете, на телевидении сейчас просто какая-то повальная истерика по поводу разрешения Украине отрабатывать российские военные цели. на территории Фашистской Федерации Путинской. И у них просто их порвало. Рвет этого, господи прости, Димона Алкогнома. Рвет там у Соловьева. У Соловьева там отдельно буду рассказывать, там очень интересная ситуация. Они до Лиссабона собрались дойти, да, с перепою. Но самое смешное все равно среди них всех это традиционно Димон, апокалипсис, да? Не, алкоапокалипсис, да. Который, вот я сейчас просто, да, дам его цитату, значит, что он грозит, значит. Ага. Странные, это те, кому они грозят. Путин же сказал, что они, да, они передадут, значит, оружие, свое очень мощное оружие. Кстати, о каком оружии идет вещь, я так и не понял. Не важно, наверное, танки Т-54. Они это очень сверхмощное оружие передадут дружественным для России режимам. Ну, не знаю, наверное, в Малии, в Нигере. А те ударят прямо по вот этому злобному Пиндостану, как они говорят, да? Вот цитата из Медведева. Страны или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан сотоварищей своими врагами. Их враг США, а значит, нам они друзья. Ну, кто бы сомневался. И пусть горят в адском пламени чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву. Горят вместе с теми, кто управляет ими. Конец цитаты Димона Алкогнома в Телеграме. Вы знаете, Димон, он всегда, как говорится, любит посмешить и любит что-то такое с перцем написать. Да, после применения с перцем он, значит, пишет свои тосты, да, тосты. Да, но, кстати, его скоро на свадьбах будут цитировать, потому что там пора разбирать на цитаты, да. Вот. Но, вот видите, они угрожают различным странам применением своих сверхвооружений и так далее. Но, понимаете, из всего, что я вот понял из, как говорится, разговоров Димона, что пока что ему удалось победить только Финляндию. И то 0-7, потому что литр он не осилил. Субтитры создавал DimaTorzok